Есть инструкция большая, которая предваряет всю работу. То есть вам там подробно все рассказано, все там записано о том, сколько времени отводится. Я, может быть, еще не сказала, время, как и в прошлом году, максимальное время, это 3 часа 55 минут, описано, какие задания, как правильно оформлять ответ. Потом инструкции соответствующие есть перед каждой частью и перед некоторыми заданиями. Друзья, не случайно у нас слайд по первому заданию. Казалось бы, да, это задание относится по своему уровню к базовым. И это действительно задание, которое не вызывает сложности выполнить, трудности при выполнении у того, кто хорошо знает содержание. Но вот здесь есть маленький подвох. Когда вы приходите на экзамен, я уже говорила, надо внимательно вчитываться в требования того или иного задания. Посмотрите, вот здесь у нас записано, запишите слово. К моменту сдачи экзамена по обществу знаний вы уже сдадите русский язык. И я думаю, что вы уже прекрасно понимаете разницу между словом и словосочетанием. Вторая проблема, с которой сталкиваются выпускники именно при выполнении вот таких заданий в таблице, это то, что вы не читаете, что написано в таблице. То, что написано в таблице, любая колонка, любая графа, она подсказка для вас. И естественно, если, например, есть какие-то слова, которые уже даны в характеристике, то, соответственно, это не может быть правильным ответом. Я не случайно остановилась на этом задании, потому что оно действительно единственное и в работе, и вот такие ошибки встречаются. Причем я отношу это к обидным, к очень обидным ошибкам и призываю вас их избегать. Обращаю ваше внимание на то, что в экзаменационной работе 2016 года изменился формат записи ответа в задании номер два. Вы должны найти обобщающее слово или словосочетание и записать его в строку ответа. И сейчас я особо остановлюсь еще на одном задании. О чем идет речь? Вот вы видите, такое задание, у нас их несколько в работе, да, в первой части, оно предполагает, что свой ответ вы должны записать в таблицу под соответствующими буквами и уже потом переносить в бланк именно комбинацию цифр. То есть что это значит? Вот получится у вас там один, два, три, там два, один какой-то, вы это переносите. Не надо писать А, два, Б, три. Это действительно, это тоже, вот я об этом говорю, это обидная ошибка. Очень много детей, которые допускают эту ошибку, а в этом году таких заданий в работе больше. Поэтому, дорогие выпускники 2016 года, когда будете решать, готовиться к экзамену, выполнять задание, обращайте внимание, что ваш правильный ответ представляет собой комбинацию только определенных цифр. Там никакого букв и цифр нет.